Узнать новые страницы истории Великой Отечественной войны – такова цель масштабной викторины под символичным названием 1418. Именно столько дней длилась война. Организатор акции – партия «Единая Россия». Образовательный марафон проходит в режиме онлайн по всей стране. В нем приняли активное участие и школьники-чувашие. Интересные цифры и факты, памятные события. Задание викторины сформулировано так, чтобы у ребят появилось желание расширить свой кругозор, узнать подробности, покопаться в книгах, зайти в интернет. Но все это потом. А сейчас учащиеся 27-й Чебоксарской школы с помощью гаджетов полностью погружены в игру. В ней 20 вопросов, связанных с нашей страной и республикой. Самые интересные, по мнению участников, были фото-вопросы. Разумеется, благодаря таким викторинам, таким играм, мы начинаем лучше знать свою историю и дорожить нашей спокойной жизнью. Самое главное сражение, боевые подвиги, фамилии героев, памятники авторы викторины постарались учесть главное. Приобретенные знания помогут в написании диктанта победы. Напомним, он пройдет в апреле. Наглядной иллюстрацией важных исторических событий стала мобильная выставка, посвященная строителям оборонительных рубежей. К сожалению, в сегодняшнем современном мире зачастую исторические факты трактуются иначе, но мы прекрасно понимаем, что та тяжелая, сложная победа, она досталась именно благодаря трудовому подвигу и нашего чувашского народа. И об этом надо, конечно же, помнить. Выставку подготовили в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Организаторы расширили границы. В нее вошли не только свидетельства трудового подвига на территории республики, но и артефакты, найденные в ходе раскопок. Поисковые отряды работали в разных регионах страны, где шли боевые действия. Эти экспонаты представлены из последних двух экспедиций. Одна была в Нурманске, в Абусте, или на Камаре, и последняя экспедиция в Абусте была в республике Прим, под городом-героем Севастополь. Мобильная выставка побывает во всех школах республики. Ульяна Пятакова, Виктор Степанов, Республика.